В Москве завершился форум Общероссийского народного фронта по вопросам здравоохранения. В нем участвовали врачи, преподаватели профильных вузов, представители системы мест страхования, фармпроизводители, гражданские активисты. В том числе и из Чувашии. Впечатления участников форума из нашей республики в нашем следующем материале. Форум за качественную и доступную медицину проходил с 6 по 7 сентября. В минувший понедельник к обсуждению проблем здравоохранения подключился и президент страны. Конечно же проблем еще очень много, достаточно их больше, чем решенных вопросов. Здесь и наверняка эти вопросы пойдут сразу, эти темы, значит, соотношение платной и бесплатной медицины, качество медицины, фармацевтика, подготовка врачей, ну и так далее, и так далее. Конечно, вот, ну любая из этих тем, какую ни затронь, каждая является, как говорят фармацевтики, жизненно важной или абсолютно необходимой темой для того, чтобы страна чувствовала себя уверенно, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Владимир Путин отметил, для реализации идеи и замечаний, которые возникли в ходе работы УНФ в этом направлении, примут самые серьезные меры. Делегация Чувашской республики скоро вернется из Москвы. А пока о первых итогах форума они рассказали нашей телекомпании по телефону. Я была на площадке, где обсуждалась доступность и качество медицинской помощи. Хочу сказать, что все эти проблемы, которые были обсуждены, волнуют и нас тоже. При обсуждении этих всех проблем, когда они были вынесены Владимиру Владимировичу Путину, мы услышали, что эти все проблемы будут решаться. В том числе и по финансированию здравоохранения. Будет сохраняться 3,6 ВВФ. Дальше решение кадровых проблем. Мы услышали мнение наших профсоюзов по средней заработной плате, также мнение о том, как должна финансироваться скорая помощь. Самое основное, что я услышала и удовлетворена, что сельскому здравоохранению должен быть приоритет. И даже было предложено, что в программе госгорантия сельское здравоохранение должно быть разделено в отдельную рубрику. Участники отметили, за время работы форума было высказано огромное количество мнений, идей и предложений. Теперь их важно проанализировать и систематизировать. Возможно, многие из них приобретут форму законопроектов.